Доброе утро! В эфире Анфас в студии Анна Чижлиташ. Вертолеты Ми-8 и Ми-24 – основные винтокрылые машины белорусской армии, способны решать самый широкий спектр задач. От перевозки личного состава и грузов до штурмовых ударов по позициям неприятеля. В этом еще раз убедились наши специальные корреспонденты Иван Михайлов и Сергей Чураков. Транспортно-боевой вертолет Ми-8 – самая массовая машина в истории авиации. Ударный Ми-24, как боевая машина пехоты на земле. Зачем одному вертолету два пилота? Для чего винтокрылой машине ферма? Все это мы решили проверить на себе. 181-я вертолетная база. Сегодня здесь идут полеты. В небо по очереди поднимаются Ми-8 и Ми-24. На каждом борту изображена пчела – эмблема части. Аэродром в буквальном смысле гудит, как улей. Надежность, всепогодность и простота в обслуживании. Все достоинства «восьмерки» за всю историю ее эксплуатации оценили операторы из 50 стран мира. А общее число машин в различных модификациях уже сегодня перевалило за отметку в 12 тысяч экземпляров. Экипаж машины – три человека. Летчик, штурман и техник. Дополнительно на борту может разместиться 24 десантника или масса специального оборудования. Ми-8 – многоцелевой вертолет. Он стал базой для целого ряда машин различного назначения. Вертолеты-амфибии, минные заградители, медицинские центры и химический разведчик. Мы выполняем полет на транспортно-боевом образце. Вся эта конструкция на вертолете Ми-8 называется «Ферма». На ней предусмотрено 6 точек подвески для различных типов вооружения. Это могут быть пулеметры калибром 12,7 мм, пушки, 23-мм гранатометы, неуправляемые ракеты, либо бомбовая нагрузка массой до 1000 кг. Есть еще и специальное оружие для бортового техника. Вот в такую шкварневую установку здесь крепится ручной пулемет Калашникова. Боевой Ми-24 «Крокодил» по сути является гибридом вертолета и самолета. Его называют винтокрылым штурмовиком, иногда сравнивают с самолетом Су-25 «Спаркой». Здесь экипаж размещается один за другим. Впереди оператор, сзади командир. «Двадцатьчетверка» в течение 8 лет была абсолютным рекордсменом скорости среди винтокрылых машин. Она смогла разогнаться свыше 368 км в час. До сих пор Ми-24 остается самым быстрым вертолетом серийного производства. В свое время Ми-24 стал одним из первых вертолетов, где серьезно продумана система безопасности. Бронированные лобовые стекла, защита важных узлов и агрегатов, система эвакуации экипажа в воздухе. В вертолете есть даже катапульта. Отстреливается здесь не кресло вместе с пилотом, а только боковая дверь. Летчику остается только выйти наружу вместе с парашютом, на котором я и сижу, и пристегнут подвесной системой. Что интересно, вертолет разрабатывался как летающая боевая машина пехоты. Как и в БМП, в нем помещается 10 человек, два члена экипажа и восемь десантников. На подвесе Ми-24 бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты, а также противотанковые комплексы. Для борьбы с бронированной техникой в арсенале 24-ки есть 30-мм пушка ГШ-230. В отличие от пулемета, у нее большая отдача, поэтому она закреплена на борту неподвижно. Чтобы вести из нее огонь, приходится прицеливаться всем вертолетам. Таким образом, во время захода на цель машина делает в воздухе горку и наносит удар. При стрельбе неуправляемыми авиационными ракетами, чтобы получить оценку «Отлично», нужно положить боеприпас не дальше 10 метров от цели. Сейчас я нахожусь на месте штурмана вертолета Ми-8. Обучать пилотированию у меня будет командир 181-й штурмовой авиационной базы полковник Моисевич. Пилотирование большинства винтокрылых машин семейства «Миля» практически идентично. Правда, контролировать новоиспеченных пилотов проще в Ми-8. Поскольку, чтобы стать летчиком, необходимо им все-таки длительное время и прилежность определенная. «Отлично» первый разрешил работу на висение и на старте 272 градусов 5 метров. Говорят, вертолетчик, если научился висеть, уже не разучишься. В принципе, сродни работе барабанщика. То есть тут работает левая и правая нога сама по себе, левая рука сама по себе, правая рука сама по себе. А в общем, это в результате должен получиться спокойный, красивый полет. Давайте добрый был. Берем шаг вверх. Вверх. Хорошо. Продолжаем его тянуть потихоньку вверх. Даем правую ногу. Берем правую педаль. И вот у нас отлично получается. Иван, вы прирожденный летчик. Может быть подумаете сменить профессию? Давайте попробуем развернуться на 360 градусов. Сейчас вертолет как-то несколько боком идет. Равняем. Да, очень сложно привыкнуть к тому, что небольшие довороты осуществляются все-таки ногами, правильно? Да, ну в данном случае в горизонтальном полете ногами, то есть педалями мы работаем в большей степени для того, чтобы так называемый шарик на авиагоризонте был в центре. И это выполняется с целью исключения скольжения. Тем временем пара крокодилов вернулась на аэродром. По докладу, все цели были поражены. Вид с высоты птичьего полета на Землю просто шикарный. Жаль, только мне на месте пилота не удастся полетать. Товарищ командир, спасибо вам большое за краткий экскурс вопроса пилотирования. Я надеюсь, что это был не последний раз и когда-нибудь мы еще раз с вами попробуем. Вы уже настоящий авиатор, в коем случае не говорите теперь слово «последнее». Максимум можете говорить «крайний». Ну а что ты такой счастливый? Доволен первым полетом? Более чем. Мне же самому дожидали поуправлять вертолетом. И в горизонтальном полете, и на взлете, и на посадке. Зависание даже сам делал. Ну в горизонтальном, наверное, на автопилоте летел. Сергей, завидуй молча. В Брестской крепости герои прошла традиционная церемония памяти и скорби, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники вспоминают трагические минуты вторжения. Добрым словом отзываются о первой совместной экспедиции белорусских и российских поисковиков на территории Брестской области. Если б камни могли говорить, под летящими вдаль облаками рассказали б о мужестве камни, если б камни могли говорить. Брестская крепость – это, наверное, для всех жителей нашей страны святое место. Это место, где началась война, где наши солдаты первые приняли бой с немецко-фашистскими оккупантами. В едином строю здесь, в Брестской крепости, стояли русские, белорусы, украинцы. И весь Многорациональный Советский Союз, они, наверное, ни на секунду не задумывались, за что они отдают свои жизни. Они отдавали их за свободу страны, за свободу и независимость. И их возвращение в строй, вот мы сейчас возвращаем их в строй, потому что каждый возвращенный имя – это солдаты опять становятся в строй с теми, кто ведет эту войну, теперь и за их память. 74 года назад гитлеровцы были уверены в скорой капитуляции крепости Набуге. С начала войны сложили свое оружие гарнизоны польской крепости Модлин, французской Бельфор, британской Табрук. Гарнизон белорусской цитадели сражался больше месяца. Гитлеровцы так и не дождались капитуляции. Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина. Нацарапал на стене Казарма – один из последних защитников крепости. Имя его неизвестно, как и сотен его однополчан, что до сего дня числятся пропавшими без вести. Но есть шанс вернуть воина из небытия. И делает эту благородную работу военные поисковики. В соответствии с планом Совета министров обороны государств, участников САДРУС и независимых государств, спланировано на 2015 год совместная полевая поисковая работа на территории Республики Беларусь военнослужащими 90-го и 52-го поисковых батальонов. Мало кому удается получить разрешение на работы в таком архитектурном памятнике. Притом это символ не только Беларуси, а символ Брестской крепости бывшего Советского Союза. И она всегда на устах. Поработать в Брестской крепости совместно с белорусским батальоном – это очень сильно. Раскопки ведутся на центральном острове крепости. Белорусские и российские саперы работают плечо в плечо, осторожно освобождая останки красноармейцев от земли, густо перемешанной с осколками кирпича. Изначально мы работали, уже три объекта отработали в Малорийском районе. Обнаружили 11 останков военнослужащих. Плюс обнаружили медальон, печать. И вот с помощью российской стороны установили имя командира хоззвода 184-го туркестанского стрелкового полка. Дыхнов Иван Маркович, урожение Черниговской области. Черниговская область, Прилугский район, 1910-го года. Пропал без вести в 1941-м году. Белорусский поисковый батальон работает в этом году не только в Брестской крепости. В Уздинском районе были обнаружены останки, с ними медальон и прочитана фамилия. И самое интересное, что это военнослужащий, призванный из Белоруссии. Из этого же Уздинского района, призванный 22 июня 1941 года, и ориентировал, что он погиб где-то 30-го. Его родная деревня находится в 7 километрах от того места, где мы его обнаружили. И он до сих пор считался без вести пропавшим. В раскопе рядом с вечным огнем останков погибших воинов не оказалось. В работе поисковиков такое случается часто. Даже если это пустое место, его все равно нужно зачистить, посмотреть и убедиться. Да, здесь воинского захоронения нет. Или если оно есть, я считаю, что если мы даже одного, вот останки одного бойца подняли, это значит два батальона выполнили свою задачу. Для этого они и предназначены. Лето в этом году выдалось жарким. Часами работать под палящим солнцем совсем непросто. И вот даже видите солдаты, наши солдаты, которые поисковые, и российские, и белорусские, они много работают. Они и у нас, и у нас работают. Но здесь они, наверное, больше отдаются как-то. Вот я с ними работаю давно, где-то там шум, смех, ну это вот такая работа, они дети еще. А здесь они понимают, что это ответственность на них лежит. Они теперь в ответе за тех, кого они нашли. Они обязаны помнить. К исходу вторых суток повезло. Обнаружены останки трех защитников Брестской крепости. Наступил момент, который поисковики ждут с особым нетерпением. Поднять защитника Брестской крепости? Есть, поднять. Останки трех героических защитников цитадели на Буге будут захоронены на аллее славы Брестской крепости героя, рядом с их боевыми товарищами. И плывет, плывет бессмертной песней над землей в Брестскую рассвет. Для героев, для героев Бреста, для героев Бреста смерти нет. Очередной выпуск воспитанников Минского Суворовского военного училища покинул стены прославленного учебного заведения. Чем дороги повзрослевшим мальчишкам алые погоны и что такое кадетское братство? Подробности у нашего корреспондента. В строю 72 кадета. Многие из них – обладатели аттестатов особого образца и золотых медалей, кандидаты в мастера спорта и победители чемпионатов мира. Игорь Казакевич закончил учебу с отличием. Для него открыта дорога в любой вуз страны. Но он твердо решил стать офицером и поступить в военную академию. В этот день меня переполняют эмоции, так как сегодня наконец-то я дошел до конца, проучился пять лет. Вспоминания будут самые хорошие о нем. В будущем планирую стать офицером. Хочу сказать огромное спасибо преподавателям, воспитателям за наших детей. Лучшим из лучших дипломы вручил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. Для суворовцев это особая честь. Еще и потому, что сам министр окончил минскую кадетку в 1984 году. Верственности поколений. Следование священным традициям и главному кадетскому принципу. Жизнь Родине, честь никому. Выпускной стал и днем премьеры песни «Суворовцы. Это навсегда». Подарок кадетам преподнес художественный руководитель академического ансамбля «Песни и танцы вооруженных сил» Владимир Воропаев. Я написал мелодию, мне помогла со стихами наша замечательная поэтесса Тамара Толкачева. Как результат, мне кажется, все получилось. Самое главное, что плечом-плечом за Беларусь мы станем всегда, если понадобится. Вот это моя главная мысль. Также 15 лет назад на этом плацу маршировали выпускники 5-й Суворовской роты. Сегодня они собрались в родных пенатах на свой маленький юбилей. С ностальгией кадеты прошли по учебным аудиториям, встретились с преподавателями, посетили училищный храм, где преподнесли в дар икону Иоанна Богослова. И нам захотелось бы подарить что-то такое, что осталось бы надолго и приносило бы огромную пульсу. Особенность характера минских кадет – верность слову и бережное отношение к традициям. Наши суворовцы, они всегда помнили и помнят о том, что из года в год нужно всегда помнить о предыдущих поколениях. И все традиции, которые им заложены, они стараются выполнять. Традиции воспитанники Минского-Суворовского не просто хранят, они гордо несут их по жизни, воплощая в дела во благо родной Беларуси. С вами была Анна Чижлитыш. Добра и мира в ваш дом. И до встречи на канале СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok